Праздник Жаворонки 22 марта известен в народе еще и как сороки. Но название это вовсе не в честь птиц сорок, а в честь 40 мучеников севастийских, чья память празднуется как раз сегодня. Эти 40 мучеников были казнены за веру, благодаря чему вошли в историю. Из-за такого совпадения православного и народного праздников даже родилась поговорка «Жаворонок за собой 40 птиц привел». Соответствует ли погода весенним приметам в этом году? На предстоящей неделе в нашем регионе прогнозируется долгожданная весенняя погода. Существенных осадков не ожидается, кроме как понедельника воздух постепенно начнет прогреваться. Особенно в дневные часы за счет солнца, учитывая, что продолжительность светлого времени достигла равенства с темным временем суток. С праздником Жаворонки связаны разные погодные приметы. Если после 22 марта еще 40 дней по утрам будет морозно, можно ждать жаркого лета. Если птицы начали ввить гнезда на солнечной стороне, ждать холодного лета. Определить погоду на Пасху помогала такая примета. Если в праздник Жаворонки выпадает снег, пасхальная неделя, скорее всего, будет холодной. Если же в этот день стоит сухая погода, на Пасху тоже не будет дождя. А вот синоптики предвещают нам чуть более близкие к празднику погодные условия. В первой половине недели по ночам пока сохраняются морозы до минус 4-9 градусов. Из-за чего на дорогах и тротуарах скользко, местами гололедится и наледь. Днем 0,5 градусов. А вот к концу недели среднесуточная температура воздуха перейдет к положительным значениям. Начнется настоящая метеорологическая весна. Ночная температура воздуха будет колебаться от 0 до минус 5, а днем ожидается до 9 градусов тепла. Снежный покров стремительно будет сходить. Марина Романюк, Михаил Лазуткин, телекомпания «Город».